В будущей жизни есть истинная, вечная обитель. Пророк Иса по воле Аллаха являл людям многие чудесные знамения, укреплял немощник, исцелял больных и прокаженных, возвращал зрение незрячим от рождения, воскрешал умерших. Чудеса, явленные людям пророком Иссой по воле Аллаха, многих людей обратили к истинной вере. Высшая нравственная чистота и совершенство веры пророка Иссы стали примером для всех людей по соизвелению Господа. Он являл им многие чудеса и рассказывал им, что все эти чудеса свершаются по воле Всевышнего Господа. В Евангелии сказано, что пророк Иса говорил, обращаясь к исцеленным им людьми, «Вера твоя спасла тебя». Однако даже увещевание пророка Исы, его высший нравственный облик, мораль и вера, и многие чудеса, явленные им по воле Господа, не смогли изменить многих людей. Они продолжали упорствовать в безверии. Они не хотели отходить от языческих верований, которые обеспечивали им выгоду и личный интерес. Более того, они стали возводить на избраннейшего из пророков явную клевету, создали коварный заговор с целью убиения посланника Аллаха. И вот сказал Иса, сын Мариам, «О, сыны Израиля, истинно я посланник Аллаха к вам, подтверждающий истинность того, что не спослано вам до меня в Торе, и благовествующий о посланнике, который придет после меня, и имя ему Ахмад». Но когда он пришел к ним с ясными знамениями, они сказали, «Это явное колдовство». Все попытки закончились провалом. Козни безбожников оказались бессильными против божественного посланника. Как гласит Коран, «Аллах никогда не устроит дороги неверным против уверовавших». Однако они ни на миг не отступали от своей цели. И все годы, когда пророк Исаниус людям призыв к истинной вере, они были самыми ярыми врагами его мессии. Заговор против пророка Иса. Несмотря на все препоны, чинимые как властями, так и священнослужителями, число последователей и тех, кто приходил послушать проповеди пророка Исы, все увеличивалось, что вызывало серьезное беспокойство религиозных служителей иудеи. В это время в народе стала стремительно распространяться весть о том, что пророк Иса и есть тот благословенный мессия, которого они ждут. Многие иудеи и религиозные служители по тем или иным причинам заняли по отношению к нему открыто враждебную позицию. Главной причиной этого стал призыв Исы к исповеданию ими истинной религии. Как только Иса начал проповеди, иудеи и священнослужители обвинили его в искажениях и попытках искоренения подлинной веры, тогда как на самом деле Иса выступал лишь против ложных положений, измышленных духовенством иудеев и выдаваемых людям за суть божественного вероучения. Все водослужители веры, книжники и фарисеи стали вынашивать планы с заговора с целью убийства Божьего посланника. Однако иудейские священнослужители не имели права выносить кому-либо смертный приговор. Тогда они задумались спровоцировать казнь пророка римлянами. Целью заговорщиков было убийство пророка Исы, однако Аллах разрушил все их планы и вознес пророка к себе. Пророк Иса не умер и не был убиен. Неверным было показано распятие человека весьма похожего на пророка, но другого. Вот что сообщается об этом в Коране. Из-за их слова «Воистину мы убили Мессию Ису, сына Марьям, посланника Аллаха». Мы воздали им такое наказание, тогда как они не убили его и не распяли. Им было показано его подобие. Воистину, те, которые расходятся во мнениях об этом, находятся в явном сомнении. Нет у них об этом никакого знания, кроме как следования за предположением. Они, конечно же, не убили его. Нет. Аллах вознес его к себе. Аллах велик, мудр. Вознесение пророка Исы к Аллаху. В христианской традиции принято считать, что схватившие пророка Ису в результате коварного заговора римляне иудейское духовенство казнили его через распятие на кресте. Весь христианский мир именно таким образом признает это событие. Однако, в то же самое время они веруют, что после смерти пророк Иса, воскреснув, вознесся на небо. Тогда как в исламе это положение несколько отличается. В Коране нет ни единого слова, указывающего на смерть пророка Исы во время казни. Во всех аятах, описывающих смерть пророков, использованы два слова «каталя» или же «мелт». Тогда как только в отношении пророка Исы употреблено слово «тавафа» «вознести», «забрать душу». Вот сказал Аллах, «О Иса, я упокою тебя и вознесу тебя к себе и очищу тебя от тех, которые не уверовали, а тех, которые следовали за тобой, возвышу над теми, которые не уверовали до дня воскресения». Слово, употребленное в этих аятах и переводимое в турецких смыслах как «убиение» происходит от слова «тавафа», означающего, однако, не «убиение», а «забирание», «вознесение души». К примеру, в другом аяте, где употреблено слово «тавафа», упоминается не о смерти, а о состоянии сна человека. «Он тот, кто упокоивает вас ночью и знает, что вы совершаете днем, потом он оживляет вас, чтобы завершить назначенный срок, потом к нему вы будете возвращены, и возвестит он вам о том, что вы творили на земле». Обратите внимание, в этом аяте и в 55-м аяте суры «Али-Имрам» слово, переведенное как «упокоить», одно и то же, «тавафа», то есть в аяте ясно сообщается, что пророк Иса не умер и не был распят, но был вознесен ко Всевышнему Господу. «И сказал Аллах Исе, «О Иса, я упокою тебя, он тот, кто упокоивает вас ночью». Пророк Иса вернется на землю во втором Исе. Одним из самых важных знаний о пророке Исе, переданных нам в Коране и хадисах пророка Мухаммада, является весть о том, что пророк Иса не умер в прямом понимании этого слова и до начала конца света непременно вновь вернется на землю. Таков обет Аллаха. Доказательство первое. От тех, которые следовали за тобой, я возвышу над теми, кто не уверовал. О Иса, я упокою тебя и вознесу тебя к себе и очищу тебя от тех, которые не уверовали, а тех, которые следовали за тобой, я возвышу над теми, кто не уверовал до дня воскресения.